Дом социальных услуг открылся сегодня в Алматы. Участие в церемонии приняли Аким города Бакаджан Сагентаев, представители неправительственных организаций и общественных объединений. Главная особенность проекта в том, что все самые популярные госуслуги алматинцы смогут получить в одном месте. В здании работают представители различных управлений и ведомств. Все подробности у Рамины Мирзалимовой. Реконструкцию здания здесь начали в прошлом году и вот сегодня долгожданное открытие. Все сделано с максимальным комфортом для людей. Аким Бакаджан Сагентаев отметил, что интеграция госорганов и финансовых институтов в одном месте повысит качество оказания социальных услуг. Мы решили, ничего не надо делать. В общем, мы создадим дом социальных услуг, где будут сосредоточены все функции, все услуги, которые город оказывает своим жителям. На сегодня получается, что мы сюда, в это здание собрали более 700 услуг, которые оказываются различными организациями, ведомствами, которые работают в нашем городе. Здание оснащено по последнему слову техники, минимум бюрократии, другой волокиты. Недрили систему электронной очереди. Создали условия для лиц с ограниченными возможностями. Для безбарьерного посещения установлены современные подъемные устройства. Есть и детская игровая площадка для посетителей, которые пришли с детьми. Люди с инвалидностью обращаются с самыми разными вопросами, которые касаются жилья, которые касаются образования и так далее. То есть вопросы, по которым не нужно бегать в разные инстанции. Можно прийти в одно место, где есть доступ, где есть удобство. Более того, я вижу, что здесь доступно настолько, что можно комфортно чувствовать, если ты придешь сюда с ребенком. На первом уровне пятиэтажного здания посетители будут принимать специалисты управления социального благосостояния, жилищной политики и миграционной службы. А на пятом этаже открыли многофункциональный актовый зал для проведения различных мероприятий. Вот этот социальный центр, это новый этап, наверное, в развитии предоставления социальных услуг в Республике Казахстан. Когда мы заботимся о людях, которые нуждаются в поддержке с точки зрения создания комфортности пребывания и определения всех потребностей в одном месте. Я считаю, что это очень хороший проект, который позволит нам помочь большему количеству людей. На втором этаже здания расположился центр занятости населения. На первом сидят представители различных управлений. Все услуги здесь будут оказываться по принципу одного окна. Эта система значительно упрощает весь процесс. То есть каждый обратившийся может получить несколько видов услуг, при этом экономит свое время и деньги. Здравствуйте, чем я могу помочь? Еще один важный момент. Удобное расположение. Дом социальных услуг находится по проспекту Достык. Здесь развитая транспортная инфраструктура. Рядом станция метро Абай. Проходят семь автобусных и три троллейбусных маршрута. То есть добраться с любой точки города не составит труда. К нам приходит очень много людей в тяжелых жизненных ситуациях. И у многих есть проблема, допустим, они не могут, у них нет лишних денег для того, чтобы обратиться к тому же самому юристу. И здесь предусмотрена площадка, где юридическую помощь, они могут квалифицированную юридическую помощь получить совершенно бесплатно. В этом году 46% расходов с бюджета пойдут на развитие социальной сферы. С соцподдержкой планируется охватить порядка 124 тысяч человек на сумму 25 миллиардов тенге. Однозначно мы увидим результат. И вот такую практику, хорошую практику мы будем продолжать и по всем другим направлениям, чтобы у нас на самом деле город был, как и есть, направлен на то, чтобы работать во благо города, во благо горожан. Социальное развитие и поддержка горожан – приоритетная задача городских властей. Дом социальных услуг – один из ярких тому примеров. Предоставлять услуги здесь будут в будние дни с 9 утра до 6 вечера.